В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чё её побеждать-то? Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Возьмём Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Если бы скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Вот это поворот! Прокремлёвский коллаборант и бывший нардеп от запрещенной в Украине партии регионов Олег Царёв расстроил россиян своим неутешительным прогнозом по поводу захвата России всей Донецкой области. По его словам, даже если оккупационные силы страны-агрессора продолжат продвигаться с тем же темпом, что и сейчас, они всё равно не смогут занять всю её территорию раньше, чем через 5 лет. Мы говорим, что всё идёт по плану. Извини. У нас такого плана не было. План не сработал, что ли? Если посчитать ту площадь Донецкой области, которую мы освободили, и ту площадь, которая осталась. Если скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. Заявил Царёв в эфире радио «Комсомольская правда». Вместо Киева за три дня теперь, Донбасс за пять лет. В то же время, как признают сами Z-пропагандисты, из-за огромных потерь вооружённые силы Российской Федерации столкнулись с серьёзным дефицитом живой силы. А кроме Донбасса, россияне мечтают ещё и о захвате Запорожской и Херсонской областей, а также о возвращении контроля над собственными приграничными территориями. Поэтому вот все прогнозы относительно следующих территорий, они такие, ну знаете, для нашей страны, вообще для нашей ситуации в мире год это очень много, три это очень много, а пять это вообще коровы. Осталось буквально несколько дней, как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о скоревшей вате, перамоте. Танки уже возле Киева. Третья, пятая, максимум восьмое марта. В следующей неделе закончатся военные действия. Победим Украину. Осталась неделька. Всё. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. То, что находится вокруг Крыма, на территории Крыма, и, соответственно, эти удары, они будут и дальше. И сугубо военные объекты. Таких целей на территории Крыма очень много. И когда мы говорим о тактике, о нашей, вернее, даже стратегии, ну и тактике в том числе, это как раз вытеснение российских оккупантов с временно оккупированного Крыма. То есть, эта территория должна стать непригодной для нахождения там российских оккупационных войск, когда нет соответствующей инфраструктуры, или она разрушена, или она уничтожена, или не позволяет выполнять в том числе и какие-то боевые задачи. Исход российских оккупантов из Крыма предрешен. Исторические параллели провели сами же оккупанты, заявил спикер УДА «Юг» Сергей Братчук. Одна из стратегических целей сил обороны Украины – демилитаризация Крыма. Это достигается систематическими ударами по критической военной инфраструктуре, разрушением логистических цепочек и созданием невозможных условий для выполнения военных задач. Исторически Россия уже не раз покидала Крым с позором. Силы обороны Украины продолжат работу над неизбежным исходом российских оккупантов. И в этот раз. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Марканска. Рекламирует палатку Минобороны. «Ну вот, я вышла на улицу. Здесь у нас центральная…» «Сейчас подожди, Юр!» «Сейчас подожди, Юр! Я этим крепостным объясню, как за кредиты свои расплатиться». «Я кружочек записываю. Здесь у нас вот сбоку вход. И у нас гости из Красноярска. Вот такой объект. Такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. «Вот здесь, в крутой-крутой Каннской детской городской больнице, вы можете качественно вылечить своего больного ребенка». «Поэтому приглашаю всех подписывать контракт с Минобороны, чтобы мы, чиновники, и дальше продолжали разворовывать эту богатую страну, а вы и ваши дети каждые 10 лет ходили на войну, чтобы расплачиваться за свои кредиты, в которые мы вас загнали». «Именно так. Именно так». «Это интересно. Это познавательно. Это про...» «Это профит. Чуть было не сказала слух Мирканска». «Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие. Оно для вас». «Приходите, родненькие». «Подписывайте, дорогие. Все же для вас. Все для людей». «Погибшие российские солдаты в Украине. Царство вам небесное, мужики. Потерь в вооруженных силах России нет». Пропагандистам на радио дозвонились освободители и спрашивают, а где деньги, которые нам обещали. «Ну, смысл в чем? Человеку 49 лет. Ипотеки там, кредиты, короче, куча проблем. Как говорится, пошел родину защитить и, как говорится, что-то заработать. Их под курс бросили уже на боевом задании с неделю». «При чем здесь Россия-то?» «И получается, что супруга вот говорит, что им не положены ветеранские удивосоверения. Зарплаты у них не и слошные, как обещали, 210 или сколько тысяч. Ну, в общем, все. То есть ни зарплаты, ни ветеранские, ничего им не положено». «До нас такие сигналы доходят. Каждый день». «Обманули снова, получается, да? И так каждый день. 24 года. По кругу». «Надули. Просто нагло обманули». «Про зарплату ничего не буду говорить, но зарплата не то, что обещали. То есть это не СВОшная зарплата». «Что мы можем вам сказать? Это недопустимо. Так кидать народ нельзя». «Вы меня рассмешили». «Дай вам Бог здоровья». «Дай вам Бог здоровья». «Дай вам Бог здоровья». «Дай вам Бог здоровья».